Недавно распространенное, по всему интернету громкое расследование и фильм Навального, под названием «Паразиты», где были раскрыты секретные схемы Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Киосаяна, а сотнях миллионов рублей, которые они отмывали и фактически украли у законопослушных граждан России, показали истинную армянскую сущность этой пары. Последние новости Газпром-Медиа. Кое-кому, так и не удалось пропихнуть Симоньян, плюс фильм «Паразиты» вышел вовремя, и не случайно. Рассматривалась также кандидатура Артура Дженебек Яна, но в итоге, финальный выбор между Жаровым и Кондрашовым. В этой схватке, пока побеждает Кондрашов. А значит, усилится позиции в ГТРК, и для Громова это тоже вполне себе приемлемая фигура. Так что, скорее всего, о назначении Кондрашова, будет объявлено в ближайшее время. Если так, желаю удачи, написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Информация о том, что Симоньян пытается пропихнуться на должность генерального директора Газпром-Медиа, последние полгода распространялась среди российских блогеров. Однако все ее планы рухнули, после недавнего скандального разоблачения. Ксения Собчак, с которой Симоньяна истерично скандалила, ранее одной из первых писала, о попытках армянской агит-машины заполучить эту должность. Маргарита Симоньян, позже попыталась отвертеться от этих сообщений, заявив, «Я не могла и не могу быть назначена главой чего бы то ни было, потому что, как известно, у меня сердечный приступ». Ксения Собчак репостнула эту запись с вопросительной пометкой. То есть это неправда? Врут источники. Несмотря на то, что и СМИ, которые находятся в подчинении армянского рупора, яростно пытались преподнести информацию, как ложь и дезинформацию, в итоге армянство, пытающееся захватить все важные позиции в России, потерпело крах. Некоторые блогеры и телеграм-каналы сообщают о том, что победит именно Кондрашов, так как его кандидатура больше всех устраивает россиян.